Роберт Шекли Замок Скэгов В офисе службы обеззараживания планет царила мрачная тишина. В тусклом, отфильтрованном давно немытыми окнами свете Ричард Грегор раскладывал новый пассианс, включавший три колоды карт, шесть джокеров, набор игральных костей и логарифмическую линейку. Правила пассианса были ужасно запутанными, игра была исключительно сложной, но при определенной доле настойчивости сходилась всегда. Его компаньон Арнольд, очистив свой лабораторный стол от залежей грязных пробирок и неоплаченных щитов, клевал носом над покрытой пятнами столешницы, время от времени нервно вздрагивая и просыпаясь. Дела у фирмы шли хуже некуда. Послышался робкий стук в дверь. Грегор быстро запихнул карты, кости и линейку в ящик стола. Арнольд, уже была совсем опустивший голову на стол, подскочил, как потревоженный кот, и начал лихорадочно листать второй том обеззараживающих модулей для планет класса Х-32 Омега за авторством текстиллера, до этого служивший ему подушкой. «Пойдите», — произнес Грегор. Дверь отворилась, и в контору вошла девушка. Девушка была молодой, стройной, темноволосой и исключительно симпатичной. Но в глубине ее серых глаз притаился страх, а на губах не было и тени улыбки. Девушка обвела взглядом за трапезный интерьер офиса. «Это служба обеззараживания планет?» Робко осведомилась она. «У ни всякого сомнения», — заверил ее Грегор. «Присаживайтесь. Мы всегда работаем с выключенным светом. Это не так утомительно для глаз. Вы не находите?» «А так же», — подумал он, — «это необходимо с тех пор, как на прошлой неделе нам отключили электроэнергию за неуплату по пустяковому счету». «Полагаю, так оно и есть», — произнесла девушка, усаживаясь в продавленное кресло для клиентов. Она еще раз осмотрела офис. «Ребята, а вы точно обеззараживаете планеты?» «Это ААА? Вы не таксидермисты? Не ограбовщики?» «Не позволяйте этому офису ввести вас в заблуждение», — сказал Арнольд. «Мы самые лучшие, а наши расценки самые приемлемые. Для нас не бывает слишком большой планеты или слишком маленького астероида». «К любой работе особый подход», — добавил он немного не в тему. «Возможно, я в конце концов попала туда, куда нужно», — проговорила девушка с усталой, но от этого не менее очаровательной улыбкой. «Видите ли, у меня не очень много денег», — Грегор, понимающий, кивнул. «У клиентов ААА никогда не бывало много денег». «Но у меня есть примиленькая маленькая планетка, которая нуждается в обеззараживании», — продолжила девушка. «Это самое прекрасное место во всей галактике». «Но вот работа может оказаться опасной». «Опасной?» — переспросил Арнольд. Девушка кивнула и, явно нервничая, оглянулась на закрытую дверь. «Я даже не знаю, в безопасности ли я здесь». «Вы вооружены?» Грегор схватил со стола ржавый нож, которым вскрывал конверты. Арнольд взвесил на руке бронзовое пресс-папье, отлитое в форме звездолета «Конститьюшн» — прекрасного образца творения рук человеческих. Немного успокоенная этой демонстрацией девушка продолжила. «Меня зовут Мира Абранч Райан. И все это началось, когда я прибыла на свою маленькую планетку. Я как раз обдумывала, как мне начать здесь свое небольшое дело. И тут внезапно передо мной, зловеще ухмыляясь, появился этот скарб. «Этот кто?» «Пожалуй, мне лучше начать с самого начала», — спохватилась Мира Райан. «Несколько месяцев назад умер мой дядя, Джим. По завещанию он мне оставил небольшую планету и звездолет модели Хэмстед-4. Название планеты — Коэлла. Расположена она в системе Гелессора. Дядя Джим купил планету 15 лет назад, чтобы было где проводить отпуск. Он уже почти привел ее в порядок, но тут его срочно вызвали на работу. А потом то одно, то другое. В общем, он туда больше не вернулся. Естественно, я вылетела на планету сразу же, как только смогла». Лицо Миры просветлело, когда она вспомнила о своих первых впечатлениях. Коэлла очень маленькая планета, но это идеальное место. Превосходная атмосфера. Лучшая гравитация, какую только можно купить за деньги. Артезианская вода. Дядя Джим посадил везде орхидеи и еще ягодные кусты на склонах холмов. А там всюду высокая трава. Даже маленькое озеро есть. Но самое примечательное на Коэлле — это замок скэков. Дядя Джим не трогал его. Замок такой древний, что трудно себе представить. Считается, что он был построен задолго до прихода человека еще во времена Скигианской арты, когда скэги, согласно легенде, оккупировали всю Вселенную. Партнеры дружно закивали. О Скигианской арте слышали все. На основе немногочисленных свидетельств их существования были написаны целые тома научных и не очень научных трудов. Было точно установлено, что скэги были рептилоидами и владели искусством космических перелетов. Но в легендах говорилось гораздо больше. Считалось, что скэгианская орда владела древним знанием, непостижимым образом сочетавшим в себе науку и колдовство. Это знание, согласно тем же легендам, давало скэгам власть над живыми существами. Власть, идущую от первородного зла самой Вселенной. Их исчезновение за тысячу лет до того, как хомо сапиенс слезли с деревьев, удовлетворительных объяснений до сих пор так и не получило. «Я просто влюбилась в свою Каэллу», – продолжила Мира. «А этот древний скэгианский замок вообще превращает ее в совершенство». «Но зачем вам тогда обеззараживание?» – удивился Грегор. «На Каэлле есть туземцы?» «Животные?» «Микробы?» «Нет, ничего похожего», – сказала Мира. «Тут нечто другое». Она провела на планете чудесную неделю. Осматривала ее рощи и орхидеи, прогуливалась вокруг замка. Но однажды вечером, сидя в огромной библиотеке замка, она вдруг почувствовала, что что-то не так. Воздух, казалось, мистическим образом застыл, как будто сама планета чего-то ожидала. Рассердившись, она попыталась стряхнуть с себя это наваждение. «Это просто нервы», – говорила она себе. «Надо установить еще несколько светильников в холле. Сменить эти кроваво-красные драпировки на что-нибудь более веселенькое». И тут она услышала монотонный громыхающий звук, похожий на эхо от шагов великана. Казалось, он доносился откуда-то снизу, откуда-то из глубин гранитного основания, на котором покоился замок. Но это, конечно, было невозможно. Она стояла, замерев в ожидании. Пол вибрировал. Ваза подползла к краю стола и разбилась о плиты пола. А затем, перед ней, зловеще ухмыляясь, появился скарб. Ошибиться было невозможно. Все по той же легенде, скарбы были колдунами-учеными, исчезнувшей с Кагианской Орды. Огромные, мощные рептилии, одетые в пурпурно-серые балахоны. Существо, стоявшее перед мирой, было ростом более девяти футов. У него были крошечные атрофированные крылышки. А посередине лба торчал рот. Скарб прогремел. «Земная женщина, убирайся домой!» Она чуть не упала в обморок. Скарб продолжал. «Знай же, безрассудная человеческая женщина, что эта планета — Каэлла, родина Скаэгянской Орды, а этот замок — исконное убежище Скэгов. Дух Скэгов все еще живет здесь, несмотря на посягательства градов Айлов и других проклятых во Вселенной рас. Покинь же немедленно эту священную планету, глупая женщина Земли! Или я, Скарб, восставший из мертвых, буду мстить тебе!» И с этими словами он исчез. «И что вы сделали?» — спросил Грегор. «Ничего», — ответила Мира, нервно рассмеявшись. «Я просто не смогла в это поверить. Я думала, что у меня должна была галлюцинация, и все будет в порядке, как только я возьму себя в руки». Еще дважды за эту неделю я слышала шум под землей. А потом Скарб появился снова. «Тебя предупреждали, женщина, с Земли», — сказал он. «Теперь берегись гнева восставшего из мертвых». После такого я, конечно, сбежал оттуда так быстро, как только смогла. Мира всхлипнула, вытащила изящный платочек и промокнула им глаза. «Как видите», — заключила она, «моей маленькой планетке действительно нужны специалисты по обеззараживанию или, возможно, экзорцисты». «Мисс Райан», — произнес Грегор как можно мягче. «Я не хотел бы быть грубым, но вы... вы никогда не думали о том, чтобы обратиться к психиатру». Девушка в возмущении вскочила со стула. «Вы думаете, я сумасшедшая?» «Ну, не совсем», — сказал Грегор успокаивающим тоном. «Но вспомните, вы же сами говорили о возможности галлюцинации. В конце концов, пустующая планета, древний замок, все эти легенды, которые, по правде говоря, имеют под собой очень мало оснований, все это могло подтолкнуть...» «Да, вы, конечно, правы». На губах Миры появилась странная улыбка. «Но как вы тогда объясните это?» Она открыла свою сумочку и выложила на стол Грегора три коробки с кинопленкой и катушку с магнитофонной лентой. «Мне удалось записать некоторые из этих галлюцинаций», — сказала она. Партнеры на мгновение потеряли дар речи. «Что-то обитает в этом замке», — убежденно произнесла девушка. «Оно называет себя Аскарбом, восставшим из мертвых. Сможете избавить меня от него?» Грегор издал стон и потер лоб. Он терпеть не мог отказывать кому-то настолько же красивому, как мисс Райан. Да и лишний заработок им бы не помешал, но, по здравом размышлении, работа была не для службы обеззараживания. Это выглядело как воздействие на психику. «А как известно, с психическими феноменами разобраться труднее всего. Уж очень они нематериальны». «Мисс Райан», — начал было он, но Арнольд перебил его. «Мы с удовольствием возьмемся за ваше дело», — сказал он, кинув на Грегора взгляд в стиле «Потом тебе объясню». «О, это замечательно!» — обрадовалась Мира. «Как скоро вы будете готовы?» «Как правило», — произнес Арнольд, — «мы работаем по предварительному заказу, сделанному за несколько недель. Но для вас...» — он глупо улыбнулся. «Для вас мы готовы отменить все наши договоренности, отложить все наши дела и начать немедленно». Вытянутое печальное лицо Грегора стало еще более печальным. «Возможно, ты забыл», — обратился он к своему партнеру, — «что из-за незначительного счета, который мы отказались платить, наш звездолет сейчас у межзвездного старьевщика Джо». «Мне очень жаль, мисс Райан, но...» «Зовите меня Мира», — перебила его Мира. «Это не страшно. Мой Хэмстед-4 заправлен и готов к вылету». «Тогда мы отправляемся сегодня вечером», — сказал Арнольд. «Не волнуйтесь, Мира. В наших руках ваша маленькая планета будет в полной безопасности. Мы свяжемся с вами по радио, как только...» «Никакого радио», — отрезала Мира. «Я лечу с вами. Я ни за что этого не пропущу». Они договорились, что Мира получит разрешение на вылет и снова встретится с ними в офисе ААА. Когда она уже шла к двери, Арнольд уточнил. «Кстати, а почему вы спросили, есть ли у нас оружие?» Секунду она помолчала, потом ответила. «С тех пор, как я вернулась на Терру, кто-то преследует меня. В одежде у него есть серые и пурпурные цвета. Я боюсь, что это восставший из мертвых скарб». И она осторожно прикрыла за собой дверь. Как только она вышла, Грегор заорал. «Ты что, совсем спятил? Скеги, восставшие из мертвых скарбы!» «Она прекрасна», — мечтательно произнес Арнольд. «Ты меня слушаешь? Как мы собираемся обеззараживать заколдованную планету?» «Каэлла не заколдована. И что тебя заставляет так думать?» «А то, что исконное убежище Скегов, согласно самым последним данным, было на планете Дьюрит, а не на Коэлле, призраку Скега следовало бы это знать. Следовательно, то, что она видела, призраком не являлось». Грегор задумчиво накмурился. «Хм... Ты считаешь, что кто-то пытается запугать ее, чтобы она держалась подальше от Каэллы?» «Это очевидно», — ответил Арнольд. «Но планета пустует долгие годы. Почему кто-то проявил к ней интерес именно сейчас?» «Я собираюсь это выяснить». «Но эта работа скорее для детектива», — сказал ему Грегор. «Возможно, ты забыл», — возразил Арнольд, «что я почетный выпускник Эпбернской школы научно-детективных расследований». «Хм... Это был всего лишь шестинедельный заочный курс». «Что с того? Расследование — это просто рациональное применение логики. Более того, расследование и обеззараживание, по сути, одно и то же. Обеззараживание просто приводит процесс расследования к его логическому завершению». «Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь», — сдался Грегор. «А как насчет пурпурно-серого существа, преследующего миру?» «Его не существует. Просто нервное переутомление», — диагностировал Арнольд. «Бедной девочке нужен кто-то, кто бы ее защитил. Я, например». «Ну да... А кто будет защищать тебя?» Арнольд не удостоил его ответом, и партнеры начали собираться в дорогу. Глава вторая. Они провели остаток дня, загружая Хэмстед различными приборами, которые еще не были отданы под залог или в уплату долгов. Грегор приобрел поддержанный игломет системы Стэнга. Это вложение остатков капитала казалось достаточно надежным оружием, на тот случай, если колдовство, с которым они встретятся, существует в более-менее осязаемой форме. Пообедав на скорую руку в портовой забегаловке «Млечный путь», они направились обратно в контору. Они прошли несколько кварталов, и тут Арнольд встревожился. «Мне кажется, нас кто-то преследует». «Да, у тебя просто нервное переутомление», — диагностировал Грегор. «За обедом я тоже его видел», — сказал Арнольд. «И я уверен, что видел его еще в космопорте». Грегор оглянулся через плечо. За полуквартала от них он увидел идущего нетороплевой походкой человека, чей интерес к магазинным витринам был подчеркнуто непреднамеренным. Компаньоны свернули в боковую улицу. Человек последовал за ними. Они сделали круг и вернулись на тот же проспект, по которому шли до этого. Преследователь не отставал, удерживая дистанцию в полквартала. «Ты обратил внимание, во что он одет?» — спросил Арнольд, вытирая пот с олба. Грегор снова оглянулся и на этот раз увидел, что человек одет в серый костюм с пурпурным галстуком. Цвета скэгов. «Хм-хм», — задумался Грегор. «Ты полагаешь, что Скарб, восставший из мертвых, если таковой существует, может принимать человеческое обличие?» «Мне бы не хотелось этого выяснять», — ответил Арнольд. «Держи-ка лучше игломет, наготове». «Я оставил его на корабле». «Отлично!» — с горечью произнес Арнольд. «Просто великолепно!» «Кто-то или что-то преследует нас, возможно, со смертоубийственным намерением, а ты оставляешь свой бластер на корабле». «Спокойно», — отозвался Грегор. «Возможно, мы сможем оторваться от него». «Они продолжили путь». Его пурпурный галстук сбился напок. Мира Райан ждала их в конторе. Когда они рассказали ей о преследователе, она поднимающе кивнула. «Я предупреждала, что вы можете оказаться в опасности», — сказала она. «Если хотите, вы еще можете отказаться». «А что тогда будете делать вы?» — спросил Арнольд. «Вернусь на Каэлло», — ответила Мира. «Никакие скейги не выгонят меня с моей планеты». «Мы летим», — Арнольд с нежностью посмотрел на нее. «Вы же знаете, Мира, мы не бросим вас». «Конечно, не бросим», — уныло подтвердил Грегор. В этот момент дверь отворилась, и в офис вошел человек, одетый в серый костюм с пурпурным галстуком. «Скарб!» — ахнул Арнольд и бросился к столу за пресс-папье. «Это не Скарб!» — успокоила его Мира. «Это Рос Джеймсон. Привет, Рос». Джеймсон оказался высоким, холеным мужчиной, чуть за тридцать, симпатичным живым лицом и твердым взглядом. «Мира», — сказал он, — «ты что, совсем потеряла рассудок?» «Я так не думаю, Рос», — кротко ответила она. «Ты действительно собираешься лететь на Куэллу с этими шарлатанами?» Грегор выступил вперед. «Это вы следили за нами?» «Вы чертовски правы. Это был я», — с вызовом ответил Джеймсон. «Я не знаю, кто вы», — сказал Грегор, «но...» «Я жених Мисс Райан», — перебил его Джеймсон. «И я не собираюсь позволять ей носиться с этим нелепым проектом. Мира, из того, что ты мне рассказала, следует, что эта твоя планета может оказаться опасной. Почему бы тебе не забыть про нее и выйти за меня замуж?» «Я хочу жить на Каэлле», — в спокойном голосе Мирры прозвучали угрожающие нотки. «Я хочу жить на своей собственной маленькой планете». Джеймсон покачал головой. «Мы уже обсуждали это тысячу раз, дорогая. Неужели ты серьезно ожидаешь, что я брошу свой бизнес и перееду на этот комок грязи вместе с тобой?» «У меня есть работа». «А у меня есть мой комок грязи», — отрезала Мира. «Это мой собственный комок грязи. И я хочу там жить». «Со скэгами». «Я думала, ты не веришь в подобные вещи». «Не верю. Но здесь какое-то мошенничество, и я не хочу, чтобы ты в это впутывалась. Это наверняка тот сумасшедший отшельник. Неизвестно еще, что он выкинет в следующий раз, Мира. Пожалуйста». «Нет», — сказала Мира. «Я отправляюсь на Кайлу». «Тогда я лечу с тобой». «Ты не летишь», — холодно ответила Мира. «Я уже предупредил свой персонал», — убеждал Джеймсон. «Тебе нужен кто-то, чтобы защитить тебя на этой дурацкой планете. А от этих двоих многого ждать не приходится». И он с презрением взглянул на Грегора с Арнольдом. «Наверное, ты меня не понял», — очень спокойно произнесла Мира. «Ты никуда не летишь, Росс». Джеймсон изменился в лице, в глазах появилось беспокойство. «Мира», — сказал он, — «пожалуйста, позволь мне поехать с тобой. Если с тобой что-то случится, я... Я не знаю, что я сделаю. Пожалуйста». «Мира». Его голос звучал без всяких сомнений искренне. Как только Джеймсон утратил свой командный голос, он, казалось, стал уже в плечах и превратился в очень привлекательного и явно влюбленного молодого человека. В конце концов, Мира смягчилась. «Ну, хорошо, Росс». «И...» «Спасибо». Грегор громко откашлялся. «Хм-хм. Мы стартуем через два часа». «Отлично», — сказал Джеймсон, подхватывая Миру под руку. «Мы еще успеем пропустить по стаканчику, дорогая». Арнольд прервал его. «Прошу прощения, мистер Джеймсон. А как так получилось, что в вашей одежде преобладают серые и пурпурные цвета? Цвета скэгов». «Цвета скэгов», — удивился Джеймсон. «Чистая случайность. Этот галстук у меня уже много лет». «А кто такой этот отшельник?» «А я думал, что вы — гений, знаете все на свете», — ответил Джеймсон с язвительной ухмылкой. «Увидимся на борту». После ухода парочки в офисе повисла мертвая тишина. Наконец Арнольд сказал. «Итак, она помолвлена». «Похоже на то», — отозвался Грегор. «Но она еще не замужем», — добавил он, чтобы поддержать друга. «Нет, она не замужем». К Арнольду возвращалась его жизнерадостность. И Джеймсон ей определенно не подходит. «Я уверен, что Мира никогда не вышла бы замуж за такого лжица». «Конечно, она бы не вышла замуж за...» «Что?» «Ты не заметил?» «Этот пурпурный галстук, который у него якобы уже много лет?» «Он абсолютно новый!» «Я считаю, нам следует присмотреть за мистером Джеймсоном». Грегор уставился на партнера с восхищением. Это очень важное наблюдение. Процесс расследования, — норовоучительно изрек Арнольд, — это просто умение подмечать незначительные нестыковки и мельчайшие противоречия, которые, конечно же, сразу очевидны для глаза опытного детектива. Грегор вместе с опытным детективом, как смогли, навели порядок в офисе. В 11 они вместе с Мирой и Джеймсоном заняли свои места на борту звездолета и без особых происшествий отбыли на Коэллу. Глава 3. Рос Джеймсон был президентом и главным инженером Джеймсон Электроникс, небольшого, но перспективного концерна, который он унаследовал от отца. Это была большая ответственность для такого молодого человека. Его грубоватая, самоуверенная манера поведения предназначалась исключительно для того, чтобы никто, даже в самой малейшей степени, не смог бы заподозрить его в нерешительности. Но когда он забыл о своем высокопоставленном положении, он оказался достаточно приятным парнем, хорошим товарищем, с которым совсем не в тягость преодолевать небольшие неудобства межпланетного путешествия. Хэмстед-4, принадлежавший Мире, был довольно древним. Его стройные обводы были деформированы от перегрузок, вследствие многочисленных взлетов при повышенной гравитации. Этот корабль, как и любое стареющее существо, имел множество раздражающих привычек, наиболее раздражающей из которых была склонность к созданию постоянных утечек кислорода в самых труднодоступных местах. Грегору с Арнольдом приходилось тратить уйму своего времени на локализацию опасного участка и установку очередной заплаты на ветхий корпус. Астронавигационная система была также ненадежна. И Джеймсон провел немало часов в поисках способа взять непокорную автоматику под контроль. Только когда, наконец, маленькое солнце Каэллы появилось в пределах видимости, и корабль начал торможение, всем четверым в первый раз за все время удалось пообедать вместе. «Так, что там за история с отшельником?» – спросил Грегор за чашкой кофе. «Вы, должно быть, слышали о нем», – ответил Джеймсон. «Он называет себя Эдвард Пустынник, и еще он написал книгу». «Книга называется «Сны на керме», – вставила Мира. «В прошлом году она была бестселлером». «О, так это тот отшельник!» – воскликнул Грегор. Арнольд согласно кивнул. Они читали книгу Пустынника, как, впрочем, и несколько тысяч других книг, проведенные в ожидании хоть какой-нибудь работы долгие часы в офисе, не прошли даром. «Сны на керме» относились к жанру космической робинзонады. Борьба Эдварда с природой и самим собой представляла довольно увлекательное чтение. Ввиду отсутствия каких-либо научных знаний, отшельник делал много ошибок, но он стойко преодолевал все трудности выживания в диком девственном мире планеты Керма. Твердое решение молодого мизантропа навсегда покинуть мир людей и посвятить свою жизнь наблюдением за природой и Вселенной, вечностью, как он это назвал, действительно затрагивало какие-то струны в душах миллионов разочарованных современной жизнью мужчин и женщин. Некоторые из них настолько вдохновлялись словами пустынника, что отправлялись искать свои собственные пустыни. Все они, почти без исключения, возвращались на Землю через полгода, максимум через год, еще более разочарованными, но с приобретенной мудростью. Они обнаруживали, что читать о чьей-то жизни в одиночестве гораздо увлекательней, чем жить в одиночестве самому. «Но что он делал на Куэлле?» – спросил Арнольд. «Куэлла – вторая планета системы Гильсора», – ответил Джеймсон. «А Керма – третья, и отшельник – ее единственный обитатель». «Я по-прежнему не понимаю», – начал Грегор. «Я полагаю, это моя вина», – сказала Мира. «Понимаете, книга отшельника меня вдохновила. Вот почему я решила жить на Куэлле. Даже если мне придется делать это одной». Она с вызовом посмотрела на Джеймсона. «Помните эту главу о радостном чувстве обладания целой планетой? Я не могу описать, как это на меня подействовало. Я чувствовала, что я все еще не вижу связи». Сказал Грегор. «Я к этому подхожу». Мира выглядела очень смущенной. Когда я обнаружила, что Эдвард Пустынник – мой астрономический сосед, я решила с ним поговорить. Я совсем не хотела нарушать его уединение. Я только хотела сказать ему, как много для меня значит его книга. Поэтому я отправила ему радиограмму с Куэллы. «У него есть радио?» Удивился Арнольд. «Конечно», – сказала Мира. Он говорил про это в первой главе. Он оставил себе радио, чтобы слушать перед сном голоса погрязшего в своей абсурдности человечества и хохотать над ними, пока не заснет. «Ах, вот как. И что было дальше?» «Ну, когда он услышал, что я собираюсь жить на Каэлле, он пришел в ярость. Сказал, что не может вынести, чтобы другой человек находился к нему так близко. «Странно», – сказал Арнольд. «Между этими двумя планетами миллионы миль». Я ему так и сказала. Но он начал кричать на меня и ругаться. Он сказал, что человечество никак не может оставить его в покое. Агенты по продаже недвижимости пытаются связаться с ним, чтобы купить права на разработку полезных ископаемых. «Туристическое агентство собирается проложить маршрут для своих кораблей в пределах всего десяти тысяч миль от верхних слоев атмосферы его планеты. И в довершении всего этого объявляюсь я и располагаюсь практически у него на пороге». «И еще он ей угрожал», – вставил Джеймсон. «Я только предполагаю, что это могла быть угроза», – возразила Мира. «Он заявил, что я должна убраться из системы Гелессора. Или он не отвечает за последствия». «А он не сказал, что это будут за последствия», – осведомился Арнольд. «Нет, он только намекнул, что они будут исключительно ужасными». Джеймсон подвел черту. «Я думаю, неуравновешенность этого человека очевидна». После того разговора и начались эти, так сказать, инциденты со скегами. «Здесь должна быть связь». «Это вполне возможно», – рассудительно произнес Арнольд. «Я все равно не могу в это поверить», – сказала Мира, задумчиво глядя на вид, открывавшийся из иллюминатора по левому борту. «Его книга так прекрасна, и его портрет на обложке. Он выглядит там так трогательно». «Ха!» – воскрикнул Джеймсон. «Любой съедет с катушек, живя в одиночку на необитаемой планете». Мира рассерженно глянула на него. И тут раздался предупредительный сигнал радара, объявляющий начало посадки на Коэллу. Над поверхностью Коэллы возвышался замок скегов. Выстроенный из практически неразрушимого серого камня, замок распростерся над неровным ландшафтом, как доисторический монстр, угрожающе склонившийся над Лилипутией. Его башни и зубчатые стены словно парили в воздухе. Шпили терялись в облаках. Черные узкие бойницы, окон, казалось, угрожающе следили за приближающимися людьми. «Уютное местечко», – прокомментировал Грегор. «Не правда ли он прекрасен?» – сказала Мира. «Пойдем, я покажу вам его изнутри». Трое мужчин посмотрели на замок, потом друг на друга. «Может, только первый этаж?» – взмолился Арнольд. Мира хотела показать им все. Не каждая девушка владеет колыбелью инопланетной цивилизации, зданием определенного исторического периода и заколдованным замком. И все это в одном месте. Но, в конце концов, она ограничилась только главными достопримечательностями. Библиотекой, хранящей 10 тысяч скаигианских свитков, которые никто никогда не сможет прочесть, аэлианской часовней и большой камерой пыток. Обед был приготовлен автоповаром, предусмотрительно установленным дядей Джимом. За обедом последовал Брэнди под звездами на открытой террасе. Мира предоставила в их распоряжение все спальни третьего этажа, чтобы по возможности избавить их от хождения по лестницам. Решив приступить к расследованию с утра пораньше, компаньоны отправились спать. Они разместились в спальне размером с небольшое футбольное поле, стены которой украшали посмертные бронзовые маски скарбских принцев. Арнольд скинул ботинки, плюхнулся в постель и мгновенно заснул. Грегор еще несколько минут бродил по комнате, куря последнюю сигарету, затем выключил свет и тоже забрался в постель. Он уже почти засыпал, когда его словно подбросило. Ему показалось, что он услышал монотонный громыхающий звук, похожий на эхо от шагов великана, разгуливающего где-то в подземельях замка. «Нервы», — сказал он себе. Но громыхание повторилось. Пол дрожал. Посмертные маски на стенах угрожающе дребезжали. Но в следующее мгновение шум стих. «Ты это слышал?» — прошептал Грегор. «Конечно, я слышал», — раздраженно отозвался Арнольд. «Меня чуть не стряхнуло с кровати». «И что ты об этом думаешь?» «Возможно, это полтергейст», — ответил Арнольд. «Но лично я в этом сомневаюсь. Надо будет завтра смотреть подвал». «Не думаю, что в таком месте есть подвал», — сказал Грегор. «Нет подвала? Отлично. Это бы все объяснило». «Что? О чем ты говоришь?» «Мне необходимо собрать больше данных, чтобы прийти к окончательному решению», — с важным видом произнес Арнольд. «Ты вообще понимаешь, что тут происходит?» «Или ты просто делаешь вид, что понимаешь?» «Потому что есть...» «Смотри!» Грегор обернулся и увидел серо-пурпурное свечение в одном из углов комнаты. Свечение пульсировало, отбрасывая причудливые фантастические тени на бронзовые посмертные маски. Оно медленно приближалось к ним. Когда призрак подобрался совсем близко, они смогли различить змеиные черты Скэга. Сквозь полупрозрачную фигуру просвечивались стены. Рука Грегора осторожно скользнула под подушку. Он нащупал игломет и выстрелил. Заряд прошел Скэга насквозь и оставил в каменной стене разрез глубиной в три дюйма. Скэг в развивающемся одеянии по-прежнему стоял перед ними с выражением крайнего неодобрения на лице. Затем, не издав ни звука, он исчез. Как только они смогли двигаться, Грегор щелкнул выключателем. Бледный Арнольд со слабой улыбкой застыл, уставившись на то место, где только что был Скэг. «Очень интересно», — наконец произнес он. «Действительно, очень интересно». «Что именно?» «Ты помнишь, как Мира описала Скарба, восставшего из мертвых?» «Разумеется». Она сказала, что он девяти футов роста с маленькими крылышками и... «Ох, кажется, я понял». «Точно», — сказал Арнольд, — «этот же Скэг или Скарб, кто бы он ни был, ростом не более четырех футов и без крыльев». «Могло, конечно, существовать и два вида», — с сомнением произнес Грегор. «Но как это соотносится с подземным гулом?» «Все как-то слишком сложно и запутанно. Наверняка ты тоже должен был это заметить». «Запутанность часто является ключом к решению», — важно проговорил Арнольд. «Простота же сама по себе сбивает с толку. Сложность, с другой стороны, предполагает наличие противоречивой логической конструкции. Стоит только найти объяснение всем неувязкам и исключить посторонние факторы. Как на убийцу сразу же указывают сверкающие лучи неизбежности рационального объяснения». «Что ты несешь?» — заорал Грегор. «Здесь не было никакого убийства!» «Я цитировал урок номер три научно-детективного заочного курса Хепбернской школы. Я знаю, что убийства не было. Я говорил в общем». «Что ты полагаешь, здесь происходит?» — спросил Грегор. «Происходит нечто весьма забавное», — ответил Арнольд. Он улыбнулся с видом человека, уже знающего ответ, отвернулся к стене и уснул. Грегор выключил свет. Насколько он помнил, курс, заочно пройденный Арнольдом, обошелся им в десять долларов. Причем в оплату входила подписка на журнал «Ужасные преступления». Что ж, в этот раз его компаньон действительно с пользой потратил деньги. Больше в эту ночь ничего не случилось. Глава четвертая Ранним светлым утром компаньоны были разбужены громким стуком в дверь. Стучала Мира. «На посадку заходит звездолет», — сообщила она. Они поспешно оделись и сбежали вниз, столкнувшись на лестнице с заспанным Джеймсоном. Перед замком они увидели только что приземлившийся небольшой космический корабль. Его владелец в этот момент как раз готовился к высадке. «Еще одна проблема», — проворчал Джеймсон. Вновь прибывший совсем не выглядел как проблема. Это был мужчина средних лет, невысокого роста и с изрядной лысиной. Мужчина был одет в строгий консервативный костюм. В руке он держал портфель. На его лице застыло спокойное и сдержанное выражение. «Разрешите представиться», — разнес он. «Меня зовут Фрэнк Ольсон. Я представляю трансзвездную горнодобывающую компанию. Вот моя карточка». Все четверо по очереди изучили карточку и вернули ее хозяину. Ольсон продолжил. «Трансзвездная горнодобывающая компания планирует расширить сферу своей деятельности на этот район, воспользовавшись преимуществами новой космической линии Земля-Пропекс. Я совершаю предварительное обследование. Мы ищем планеты, где мы могли бы приобрести права на добычу полезных ископаемых». Мира покачала головой. «Меня это не интересует. А почему вы не обратились к владельцу Керны?» Спросила она с луковой улыбкой. «Я только что с Керны», — ответил Ольсон. «У меня было очень привлекательное, как я считаю, предложение для этого парня, Эдварда Пустынника. Бьюсь об заклад, он дал вам хорошего пинка», — сказал Грегор. «Нет, по правде говоря, его там не было». «Не было?» — ахнула Мира. «Вы уверены?» «Именно так», — подтвердил Ольсон. «Его лагерь был пуст. Может, он отправился на прогулку?» — предположил Арнольд. «В конце концов, в его распоряжении целая планета для прогулок». «Я так не думаю. Его звездолета тоже не было. А звездолет — это не очень подходящее снаряжение для пешей прогулки». «Отличный пример дедукции», — произнес Арнольд с некоторой завистью. «Ничего особенного», — ответил Ольсон. «Я-то думал поговорить с ним еще раз. Просто хотя бы для отчета». Он повернулся к Мире. «Вы владеете этой планетой?» «Да». «Возможно, вы хотели бы услышать, на каких условиях...» «Нет», — перебила его Мира. «Подожди», — вмешался Джеймсон. «Тебе следует, по крайней мере, выслушать его». «Меня это не интересует», — повторила Мира. «Я не желаю, чтобы кто-нибудь раскапывал мою маленькую планету». «Я даже не знаю, стоит ли ваша планета того, чтобы ее раскапывали», — обиделся Ольсон. «Моя компания просто пытается найти подходящие планеты». «Эту они никогда не получат», — отрезала Мира. «Ну, это не так уж важно», — сдался Ольсон. «Здесь много планет». «Слишком много», — добавил он со вздохом. «Не буду больше вас беспокоить. Спасибо, что уделили мне время». Он развернулся и, сутулясь, побрел к своему кораблю. «Может, вы останетесь на обед?» — повинуясь некоему импульсу, предложила Мира. «Вам, наверное, ужасно надоели корабельные консервы». «Очень надоели», — с печальной улыбкой подтвердил Ольсон. «Но я действительно не могу остаться. Терпеть не могу стартовать после наступления темноты». «Тогда оставайтесь до утра», — сказала Мира. «Мы будем счастливы принять вас». «Я не хотел бы создавать вам дополнительные неудобства». «У меня здесь двести комнат», — Мира указала на замок Скэгов. «Уверена, мы найдем для вас уголок». «Вы очень добры», — замялся Ольсон. «Полагаю, я...» «Тогда я, пожалуй, задержусь». «Надеюсь, вас не пугают воскресшие скарбы», — осведомился Джеймсон. «Что?» «Эта планета, похоже, заколдована», — пояснил Арнольд. «Здесь водится призрак или несколько призраков представителей вымершей рептилоидной расы». «А, понятно», — сказал Ольсон. «Вы меня разыгрываете». «Ведь так?» «Не совсем», — пробормотал Грегор. Ольсон ухмыльнулся всем своим видом, демонстрируя, что он ни на минуту в это не поверил. «Полагаю, мне стоит привести себя в порядок», — отклонился он. «Обед в шесть», — сказала Мира. «Я буду вовремя. Спасибо вам еще раз». И он направился к своему кораблю. «И что теперь?» спросил Джеймсон. «А теперь мы проведем кое-какие исследования», — сказал Арнольд. Он повернулся к Грегору. «Принеси портативный детектор. И еще нам понадобится несколько лопат. Что мы ищем?» поинтересовался Джеймсон. «Увидим, когда найдем», — уклончиво ответил Арнольд. Он ехидно улыбнулся и добавил. «Я думал, вы уже и так знаете». Куэлла была совсем небольшой планетой. И уже через пять часов Арнольд нашел то, что искал. В маленькой долине обнаружился высокий холм. Возле холма детектор радостно зажужжал. «Мы будем копать здесь», — распорядился Арнольд. «Спорим? Я знаю, что это...» Сказала Мира. «Это могильный курган. Правильно. А когда мы его вскроем, мы обнаружим стройные ряды неупокоенных скарбов, лежащих со скрещенными на груди руками в ожидании полнолуния. И нам придется вбивать колья им в сердце. Ведь так?» Лопата Грегора лязгнула о металл. «Это гробница?» Спросила Мира. Но, продолжив копать, они увидели, что это совсем не гробница. Это был нос космического корабля. «Что эта штука здесь делает?» Удивился Джеймсон. «Хм... Разве это не очевидно?» Сказал Арнольд. «Отшельник на своей планете отсутствует. Его отношение к Куэлле и ее хозяйке нам известно. Соответственно, он должен быть здесь. И, естественно, он не оставил бы свой звездолет у всех на виду», подхватил Грегор. «Так значит, он здесь», медленно протянул Джеймсон. «Но где?» «В какой части планеты?» «Почти наверняка он где-то в замке Скэгов», сказал Арнольд. Джеймсон повернулся к мире с видом триумфатора. «Видишь?» «Я же говорил тебе, что это все твой сумасшедший отшельник. А теперь нам придется его ловить». «Не думаю, что в этом будет необходимость», отозвался Арнольд. «Почему нет?» «В надлежащее время Эдвард Пустынник сам объявится», холодно произнес Арнольд. И больше они от него ничего не добились. Этим вечером автоповар превзошел самого себя. Фрэнк Ольсон поначалу чувствовал себя скованно, но Брэнди развязала ему язык. И он весь вечер развлекал их историями о планетах, с которыми сталкивался во время поисков путей расширения горнодобывающих возможностей для своей компании. Джеймсон же все рвался обыскать замок и выкурить отшельника из его норы. Правда, он немного поубавил свой пыл, когда Арнольд указал ему на невозможность для четырех человек охватить поисками несколько сотен комнат и переходов. Потом они играли в бридж. Однако мысли Арнольда были где-то далеко, и после того, как он вторично забрал верную взятку своего партнера козырем, все решили, что время уже позднее. Глава пятая Час спустя Арнольд громко прошептал через всю спальню. «Ты спишь?» – прошептал в ответ Грегор. «Подымайся, только ботинки не надевай». «А что вообще происходит?» «Я думаю, что сегодняшней ночью настало время раскрыть тайну замка Скэгов. Не возражаешь, если я одолжу твой игломет?» Грегор отдал ему оружие. На цыпочках они вышли из комнаты и спустились по большой центральной лестнице. В главном зале они нашли отличное место за расписным скэгианским доспехом, откуда можно было вести наблюдение, не опасаясь быть замеченным. В течение получаса было тихо. Затем они увидели тень на площадке второго этажа. Тень бесшумно прокралась по ступенькам и заскользила через зал. «Кто это?» Прошептал Грегор. «Чихо!» Прошептал в ответ Арнольд. «Чшшш!» Они последовали в библиотеку за незнакомцем. Там тот застыл в неуверенности, как бы не зная, что делать дальше. В этот момент, разорвав ночную тишину, раздался подземный рокот. Человек испуганно дернулся от неожиданности, и в руке у него появился фонарик. В его неярком свете компаньоны узнали Фрэнка Ольсона. Подсвечивая себе фонариком, Ольсон принялся обследовать одну из стен библиотеки. Наконец, он нашел какую-то определенную панель и надавил. Та скользнула в сторону, открыв небольшой пульт управления. Ольсон повернул два тумблера. Подземный шум сразу же стих. Вытирая под солба, Ольсон несколько секунд напряженно прислушивался. Затем он выключил фонарик, бесшумно прокрался обратно в зал, скользнул вверх по ступенькам и скрылся в спальне. Его исключительное спокойствие оказалось почти сверхъестественным. Арнольд потянул Грегора обратно за разукрашенный доспех. «Вот и недостающее звено», — сказал Грегор. «Вот и наш скарб, восставший из мертвых». Арнольд отрицательно помотал головой. «Конечно, это он», — стоял на своем Грегор. «Он, должно быть, планировал напугать миру так, чтобы она сама сбежала с этой планеты. А он потом бы купил права на разработку за сущие гроши». «Звучит логично, не правда ли?» — спросил Арнольд. «Но тебе стоит узнать еще очень многое об искусстве расследования. В подобных случаях то, что логично, не всегда верно, а очевидное решение всегда ошибочно. Без вариантов». «Зачем искать сложности там, где их нет?» — недоумевал Грегор. «Мы видели, как Ольсон ходил к замаскированной панели управления. Мы слышали, как стих шум, едва только он дотронулся до тумблеров. Или все это было чистым совпадением?» «Нет, между этими событиями была очевидная связь». «Хм, а может, Ольсон вообще не имеет отношения к горнодобывающей компании? Ты не думаешь, что его мог кто-нибудь нанять? Возможно, Эдвард Пустынник?» «Нет!» «В действительности он и есть Эдвард Пустынник!» «Тихо!» «Тихо!» — прошипел Арнольд. «Смотри!» Глаза Грегора привыкли к темноте, и в этот раз он сразу же узнал следующего визитера. По лестнице на цыпочках спускался Джеймсон. Джеймсон подошел к одной из стен огромного зала и включил маленький фонарик. В его свете он нашел панель в стене и нажал ее. Панель скользнула в сторону, открыв небольшой пульт управления. Джеймсон глубоко вздохнул и потянулся к тумблерам. Тут он услышал какой-то шум и, так и не коснувшись тумблеров, быстро отступил назад. Из темноты выступила призрачная фигура. Она была шести футов роста. Ее змеиное лицо внушало отвращение. За спиной у чудовища тянулся длинный, заостренный на конце хвост. Пальцы были соединены перепонками. «Я, Скарб, восставший из мертвых», — произнесло чудовище, обращаясь к Джеймсону. Джеймсон отшатнулся назад. «Ты должен покинуть эту планету», — продолжил Скарб. «Ты должен улететь немедленно, иначе поплатишься жизнью». «Разумеется», — поспешно согласился Джеймсон. «Разумеется. Я улечу. Мы улетим вместе с мирой». «Нет, мисс Райан это не касается». Земная женщина проявила почтительное уважение к древнему знанию и прониклась духом скегов. «Но ты, Росс Джеймсон, осквернил священное убежище». Скарб придвинулся ближе. Его перепончатые пальцы потянулись к Джеймсону. Джеймсон отпрянул к стене и вдруг выхватил бластер. В этот момент Арнольд включил свет. «Не стреляйте, Росс! Вас арестуют за убийство!» Он повернулся к Грегору. «А теперь пойдем-ка, глянем поближе на этого Скарба». Скарб, восставший из мертвых, положил руку на макушку своей чешуйчатой головы и потянул. Устрашающая голова отделилась от тела, открыв взглядом моложавые черты Эдварда Пустынника. Вскоре в главном зале собрались все обитатели замка. Ольсон выглядел заспанным и раздраженным. Он был полностью одет, как и Джеймсон. Мира щеголяла в просторном шерстяном купальном халате. Она с интересом посматривала на Эдварда Пустынника. Эдвард выглядел моложе, чем на фото с обложки своей книги. Он избавился от остатков Скарбового камуфляжа, под которыми оказались заплатанные джинсы и серый свитер. Загорелый, с коротко постриженными светлыми волосами, он выглядел вполне симпатично, если не брать в расчет испуганно встревоженного выражения лица. После того, как Арнольд кратко изложил хронологию ночных событий, Мира окончательно растерялась. «Но все это как-то не вяжется», — сказала она. «Мистер Ольсон включал и выключал скагианские шумы. У Росса был свой пульт, а Эдвард Пустынник маскировался под Скарба. В чем смысл? Они что? Все пытались выжить меня с Койллы?» «Нет», — сказал Арнольд. «Участие мистера Ольсона было абсолютно случайным. Этот подземный шум совсем не предназначался для того, чтобы пугать вас, не так ли, мистер Ольсон?» Ольсон печально улыбнулся. «Конечно нет. На самом деле я прилетел сюда, чтобы его выключить». «Не понимаю», — сказала Мира. «Боюсь», — произнес Арнольд, — «что компания мистера Ольсона слегка замешана в нелегальной добыче минералов». Он скромно улыбнулся. «Конечно, я сразу же узнал характерный звук автоматического бурового бластера конструкции Дженса Уильяма». «А я говорил им, что надо было установить на него глушители», — сказал Ольсон. «Ну, а объяснение простое. Куэлла была обследована еще семнадцать лет назад, и на ней были обнаружены огромные залежи слегастрия. Трансзвездное горнодобывающее предложило тогдашнему владелицу Джеймсу МакКинни очень хорошую цену за право разработки. Он отказался, но вскоре благополучно покинул Каэллу. Представитель компании решил все равно приступить к добыче руды, так как планета расположена в достаточно отдаленном секторе, а контролеров на местах здесь нет». «Вы удивитесь, узнав, насколько часто применяется подобная практика». «Я думаю, это преступление», — сказала Мира. «Не обвиняйте меня», — возразил Ольсон. «Я не участвовал в разработке этой операции». «Значит, эти подземные шумы», — сообразил Грегор. «Всего лишь звуки горнодобывающей техники», — подтвердил Ольсон. «Вы застали нас врасплох, мисс Райан. Мы не ожидали, что на планете вновь появятся обитатели. Меня срочно послали сюда выключить машины. И только полчаса назад мне представилась такая возможность». «А что, если бы я не пригласил вас остаться на ночь?» — спросила Мира. «Я бы сказал, что у меня прогорела прокладка в двигателе или еще что-нибудь». Он зевнул и сел. «Это была чертовски удачная операция, пока не вмешались вы». «Так вот в чем причина шума», — сказал Джеймсон. «Ну, а остальное мы знаем. Отшельник прилетел сюда, спрятал свой корабль и загримировался под скарба. Он уже раньше пугал миру. И теперь ему оставалось только довести дело до конца и напугать ее так, чтобы она покинула планету». «Это неправда!» — выкрикнул Эдвард. «Я... я бы...» «Вы бы...» «Что?» — спросил Грегор. Отшельник плотно сжал губы и отвернулся. Арнольд сказал. «Вы нашли секретную панель, Росс?» «Конечно, я ее нашел». «Вы тут не единственный, кто может вести расследование. Я знал, что никаких воскресших скарбов или призрачных скегов не бывает. Исходя из рассказа Миры, все это выглядело как иллюзия. Возможно, модулированный волновой эффект. Поэтому я стал искать контрольную панель. Вчера днем я ее нашел». «Почему вы нам об этом не сказали?» — спросил Грегор. «Потому что я считаю вас парой некомпетентных дилетантов», — презрительно отозвался Росс Джеймсон. «Я собирался сегодня ночью поймать преступника на месте преступления. И я это сделал. Надеюсь, за такие фокусы полагается тюремное заключение». Все посмотрели на Эдварда. Лицо отшельника стало бледным, несмотря на загар, но он по-прежнему хранил молчание. Арнольд подошел к панели управления и бросил взгляд на тумблеры и переключатели. Потом он нажал какую-то кнопку, и перед ним материализовалась девятифутовая фигура Скарба. Мира узнала его, и у нее перехватило дыхание. Даже сейчас Скарб выглядел устрашающе. Арнольд выключил его и повернулся к Джеймсону. «Вы были очень небрежны», — спокойно произнес он. «Вам не следовало использовать оборудование, произведенное вашей компанией. На каждой детали здесь стоит логотип Джеймсон Электроникс». «Это ничего не доказывает», — возразил Джеймсон. «Наше оборудование может купить любой». «Верно». «Но не каждый может его использовать». Он повернулся к отшельнику. «Эдвард, вы случайно не инженер?» «Конечно нет», — мрачно ответил тот. «У нас нет никаких подтверждений этому», — сказал Джеймсон. «Только потому, что он говорит, что он не...» «У нас есть подтверждение», — прервал его Грегор. «Книга отшельника». Когда у него сломалось электрическое одеяло, он не знал, как его починить. А помните шестую главу? Он потратил неделю, выясняя, как сменить предохранитель в своем автоповаре». Арнольд продолжил безжалостным тоном. «На оборудовании стоит ваше имя, Росс». «Я готов биться об заклад, что вы отсутствовали в офисе в течение значительных промежутков времени. В вашем местном космопорте наверняка сохранились записи о маршруте каждого полета, совершенного вашим звездолетом. Или вам удалось их уничтожить?» По лицу Росса было понятно, что это ему не удалось. «Ах, Росс», — вздохнула Мира. «Я сделал это ради тебя, Мира», — сказал Джеймсон. «Я люблю тебя, но я не могу жить здесь. Я должен думать о своей компании, заботиться о людях, которые от меня зависят. Поэтому ты пытался выселить меня с Коэллы», — медленно проговорила Мира. «Разве это не доказывает, как сильно я о тебе забочусь?» «Без подобной забот я как-нибудь проживу», — отрезала Мира. «Но... Мира...» «А теперь вернемся к Эдварду Пустыннику», — сказал Арнольд. Отшельник быстро поднял глаза. «Лучше забудьте обо мне», — торопливо произнес он. «Я признаю, что пытался выселить мисс Райан с ее планеты. Это было глупо с моей стороны. Я больше никогда и ничем не обеспокою ее». «Конечно», — спохватился он, глядя на Миру. «Если вы захотите выдвинуть обвинение, то...» «О, нет...» «Я еще раз прошу прощения. Пожалуй, мне пора». Отшельник встал и направился к двери. «Подождите минуту», — остановил его Арнольд. На его лице отразились тяжкие колебания. Он помялся, несколько раз вздохнул и все же произнес. «Вы ей сами скажете? Или лучше я?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Отшельник. «Мне действительно пора...» «Еще нет. Мира заслуживает того, чтобы ей сказали всю правду», — сказал Арнольд. «Вы ведь любите ее». «Не так ли?» Мира уставилась на Отшельника. Плечи Эдварда беспомощно поникли. «Что это значит?» Спросила она. Эдвард сердито посмотрел на Арнольда. «Я так и предполагал, что вы не успокоитесь до тех пор, пока я не выставлю себя круглым дураком. Хорошо. Вы своего добились». Он повернулся к мире. «Когда вы связались со мной по радио и сказали, что собираетесь поселиться на Коэлли, я пришел в ужас. Для меня это означало крушение всего. Но я была на расстоянии в несколько миллионов миль от вас», — возразила Мира. «Да, в этом-то и заключалась проблема. Вы были так близко, по астрономическим меркам и одновременно так далеко. Понимаете, я до смерти устал от всего этого Отшельничества. Я еще мог выносить его, пока был один. Но тут появились вы». «Если вы устали быть Отшельником», — спросила Мира, — «то почему вы не улетели? Мой литературный агент сказал, что для меня, как для писателя, это будет самоубийством». Отшельник попытался цинично улыбнуться. «Я билетрист, понимаете? Все это был рекламный трюк. По договору я должен был изображать Отшельника и написать об этом книгу. Что я и сделал. Книга стала бестселлером. Мой агент уговорил меня сесть за продолжение. Пока я его не закончу, улететь я не могу. Все же тогда пойдет прахом. Но я так истосковался по человеческим лицам. И тут появляетесь вы. Но вы угрожали мне», — воскликнула Мира. «Не совсем. Я сказал, что не отвечаю за последствия. На самом деле я опасался за свой здравый рассудок. Днями напролет я думал о вас. Неожиданно я понял, что должен вас увидеть. Просто должен и все. Поэтому я прилетел сюда, спрятал корабль и стал бродить тут, изображая Скарба», — хмыкнул Джеймсон. «Не сразу», — парировал Эдвард. «После того, как я увидел вас, Мира, я предположил...» «В общем, я понял, что люблю вас. Я знал, что если вы поселитесь на Куэлле, почти рядом с астрономической точки зрения, я не смогу найти в себе силы остаться на Керме и закончить книгу. Тут я заметил, что этот парень, Джеймсон, пытается запугать вас. Поэтому я решил запугать его». «Ну что ж», — сказала Мира, — «я рада, что мы наконец встретились. Мне очень понравилась ваша книга». «Правда?» — воскрикнул Эдвард. Его лицо просветлело. «Да, она вдохновила меня поселиться на Куэлле. И мне жаль услышать, что все это лишь рекламный трюк». «Это не просто рекламный трюк!» — вскричал Эдвард. «Отшельничество было идеей моего литературного агента. Но книга полностью правдива. Я действительно прошел через все это. Я действительно испытал все эти чувства. Мне понравилось жить вдали от цивилизации, и я полюбил свою планету. Только в одном я покривил душой. Да, Керма была бы совершенством, если бы рядом со мной был кто-то. Тот, кто понимает. Тот, кто чувствует то же, что и я. Я знаю, что ты чувствуешь», — прошептала Мира. Они посмотрели друг на друга. Когда Джеймсон увидел этот взгляд, он застонал и закрыл лицо руками. «Пойдем, старина!» — Ольсон дружески похлопал его по плечу. «Твои козыри биты! Я подброшу тебя до земли!» Рос едва заметно кивнул и направился к двери вслед за Ольсоном. Тут Ольсон замялся. «Я так понимаю, ребята, что теперь вам нужна только одна планета, а?» Мира покраснела. Эдвард сперва смутился, но затем произнес твердым тоном. «Мы с Мирой собираемся пожениться. Если, конечно, Мира согласна. Ты выйдешь за меня замуж, Мира?» В ответ прозвучало тихое «да». «Я так и думал», — сказал Ольсон. «Итак, две планеты вам не понадобятся. Может, кто-нибудь из вас уступит свои права на разработку?» «Это, знаете ли, хороший твердый доход». «В хозяйстве пригодится». Рос Джеймсон со стоном устремился к дверям. «Вообще-то, — сказал Эдвард, — это неплохая идея. Мы будем жить на керме. Поэтому ты могла бы...» «Минутку», — перебила его Мира. «Мы будем жить только на Коэлле и ни в каком другом месте». «Нет», — возразил Эдвард. «После всех трудов, что я вложил в керму, я не могу вот так просто от нее отказаться». «На Коэлле лучше климат, а на керме меньше гравитация». Ольсон сказал. «Когда определитесь, уж не забудьте про трансзвездную горнодобывающую, а? По старой дружбе». Будущие молодожены согласно закивали. Ольсон пожал им руки и вышел. Арнольд сказал. «Полагаю, с загадками замка Скегов покончено. Мы улетаем, Мира. Корабль мы отправим вам назад на автопилоте». «Не знаю, как вас и благодарить», — сказала Мира. «Может, вы приедете на нашу свадьбу?» — предложил Эдвард. «Почтем за честь». «Свадьба, конечно, будет на Коэлле», — уточнила Мира. «На керме». Когда компаньоны шли к выходу, молодая чета все еще яростно буравила друг друга сердитыми взглядами. Глава шестая. Когда они уже были в открытом космосе и курс на Терру был проложен, Грегор сказал. «Это было отлично проведенное расследование». «Ничего особенного», — скромно ответил Арнольд. «Ты бы и сам обо всем догадался. Через пару месяцев». «Ну, спасибо. А ты молодец, что помог Эдварду». «И в чем?» «Видишь ли, Мира, на мой взгляд, слишком эмансипирована», — пропормотал Арнольд. «И немного провинциально. А я, в конце концов, дитя большого города». «Тем не менее, это был достойный поступок». Арнольд пожал плечами. «Загвоздка теперь в том, как Мира с Эдвардом решат свою планетарную проблему. Никто из них не похож на человека, готового уступить». «О, здесь уже все практически решено», — широко улыбаясь, сообщил Грегор. «Что ты имеешь в виду?» «Это же очевидно», — сказал Грегор. «И, кстати, заполняет зияющую дыру в твоей, без сомнения, логичной реконструкции событий». «Дыру? Какую дыру?» «Да брось, Грегор явно наслаждался моментом. Это же очевидно». «Не вижу никакой дыры. Расскажи мне». «Я уверен, ты сам догадаешься, через пару месяцев. Пойду я, пожалуй, вздремну». «Ну, не будь таким вредным», — взмолился Арнольд. «В чем дело?» «Ну, хорошо». «Какого роста был электронный скарб Джеймсона? Тот, что напугал миру?» «Около девяти футов». «А какого роста Эдвард, изображавший скарба?» «Около шести футов». «А скарб, которого мы видели в нашей спальне? Тот, в которого мы стреляли?» «Господи боже!» — ахнул Арнольд. «Тот скарб был ростом всего четыре фута. Там остался еще один скарб». «Точно. Один скарб неискусственного происхождения, которого мы не приняли в расчет, потому что не учли тот факт, что Каэлла действительно может быть заколдована». «Я не понимаю, куда ты клонишь», — задумчиво произнес Арнольд. «Им придется переехать на Керму. Но тогда мы же не выполнили свой контракт». «Мы выполнили достаточно», — сказал Грегор. «Мы очистили планету от трех определенных видов скэгов, произведенных Джеймсоном, Ольсоном и Эдвардом. Если они хотят, чтобы мы занялись четвертым видом, пусть заключают отдельный контракт». «Ты прав», — согласился Арнольд. «Хм. Будем настоящими бизнесменами. И вообще, это для их же пользы. Должно же что-то заставить их принять решение». На какое-то мгновение он задумался. «Полагаю, они отдадут Коэллу, трансзвездной горнодобывающей». «Кстати, а следует ли нам сообщить Ольсону, что планета действительно заколдована?» «Конечно нет», — ответил Грегор. «Он просто посмеется над нами. Ты когда-нибудь слышал, чтобы автоматические буровые установки боялись привидений?» «У меня нет». «Академия» «Ом просто с тобой». «Ой, я не знаю». «Хм. »